привет это расклад на судьбу и на любовь на отношения как вам относится загаданный человек его чувства мысли будут ли продолжения будет ли продолжение этим отношениям о которых вы сейчас думаете расклад актуален тогда когда вы нашли его и он обязательно даст подсказки покажет вам вашу дорогу жизни расклад я делаю на картах ленорман это очень классные мощные карты на этих картах есть мужчина и женщина это карты вопрошающих и я приглашаю вас к моему столу где я карты для вас разложу а потом мы с вами об этом поговорим здесь я вам растолкую весь расклад а сама выкладку можно посмотреть в конце этого видео и так что она здесь выходит многие из вас кто смотрит может быть с вашим любимым человеком или партнером сейчас находитесь в состоянии развилки это когда вы не знаете что делать продолжать отношения или может быть выходить из них и выходит следующая карта это партнер ваш если вы мужчина можно наоборот сделать но в любом случае партнер или партнерша и здесь видно что это человек о котором вы думаете которую вы любите он вас как бы запутал он вас поставила в такое положение может быть не совсем ловкая поставил вас перед выбором то есть он или она своим поведением дает вам разные такие как бы сигналы что ли вам непонятно что он хочет развилка это сомнение вы вообще сомневаетесь в его чувствах или же не понимаете его действия не можете понять что он хочет этим сказать так далее и тогда мы видим здесь что он смотрит на карту змея а в ленорман очень важно направление карт змея эта карта его мужской функции его страсти он может страстный такой для вас привлекательный человек и в то же время змея то его может быть ум его изобретательность его желание чего-то свежего нового потому что змея в алхимии эта карта перемен ведь змея меняют кожу да и поэтому мы привыкли что змея то соперница там все такое иногда да у некоторых из вас это может быть и соперница но не у многих у многих змея и это то что он хочет чего-то свежего нового он хочет чтобы вы его увидели новым потому что может быть вы его упрекали как бы и вообще когда люди живут долго вместе они как бы привыкают друг другу и ничего нового не видят друг друге но может быть этот расклад или даже сам мужчина через этот расклад вам говорит посмотри на меня с нового угла потому что такое любой расклад на отношения это вызов человека это когда человек вам говорит давай как-то по-другому будем жить надоело вот все такое бытовое одинаковое неинтересное или например по карте развилка мужчина вам говорит что он я знаю что ты скажешь я знаю что я скажу мы там уже были мы это уже слышали друг от друга давай как-то может по-новому будем друг другу относиться карта змея то новое что-то у некоторых из вас карта змея может проиграться как соперница если соперница у вас ну знаете это как говорят бабка на двое сказала потому что ведь развилка эта карта двойственности это еще не наверняка что у него есть другая например да потому что сзади карта развилка то есть у некоторых из вас проиграется так что мужчина вам намекает что у него еще есть кто-то чтобы вы поревновали чтобы оживить ваши чувства потому что ему кажется что вот вы что ли уверены в нем слишком и не видите что он какой-то ценный экземпляр для других женщин часто мужчины это делают осознанно у никого нет но не дают нам понять что не кто то есть чтобы мы как бы начинали их ценить что ли да здесь вполне возможно это то есть у некоторых из вас проиграется что да может быть у него есть соперница но у многих проиграется что он только делает вид чтобы вам понравится больше но раз еще на него кто-то претендует значит он ценный экземпляр а следующий ряд следующая триада это крысы вы вышли и кольцо но скажу сразу что сзади вас крысы это потери это нервность это а пересуды разговоры это негативные люди которые хотят вам навредить хотят помешать вашим отношениям хотят сделать так чтобы вы знаете начинали нервничать и эти люди скорее есть у вас или в семье или там друзья в кавычках или еще кто-то они обычно пассивные агрессивные они они прячутся они как бы сеют такое зерно сомнению вас нам а вдруг у него кто-то есть а вдруг он тебе неверный а вдруг он так нехорош это бывает даже мать да ну что мать как бы от большой любви хочет для вас идеального мужчины то есть другими словами она хочет ну подсознательно чтобы вы были одиноки потому что идеальных мужчин нет ну и вообще разве у вашей матери был идеальный муж правда нет или может вообще никого нет так что здесь не не идите на поводу у всяких ну других людей но я скажу что некоторые из вас даже могут ощущать что у них есть какая-то крысиная энергетика вот навредить посеять негатив посеять сомнения посмотрите вы на карту кольцо это говорит о том что мужчина верные почти у всех и не в не в чем сомневаться совершенно с ним могут быть счастливые отношения любовь и а карта кольцо говорит что высшие силы вас заинтересованы как в паре то есть это обещание это верность да это это важно потому что когда мы даем друг другу кольцо когда мы обещаем друг другу что будем верны что будем заботиться друг о друге так что это очень хорошо но хотя у вас кольцо вы смотрите на кольцо он все таки смотрит на змею поэтому либо он хочет чтобы вы признали что он умный змея то конечно умный человек либо он вам намекает что смотри где себя хорошо иначе я уйду это у некоторых может так я говорю как есть да то есть мы женщины часто требуем много от мужчин хотим быть у него звездой во лбу вообще не нужно стремиться быть как бы чтобы человек жил ради нас ну что-то несправедливое каждый человек все-таки заслуживает чтобы жить тоже ради себя да вот так как он так любовь как новое видение любви не все его могут принять так что не обессудьте я не в общем не мешаю вам думать так как вам угодно но расклад показывает что он хочет чтобы вы заметили его может мужественность все-таки змея это мужская функция если вы поняли о чем я будет ли продолжение отношениям у нас там лилии и сад сад это гармония лилия это страсть так что здесь однозначно есть страсть есть любовь и кстати вот у меня даже вот на экране и у меня здесь перед вами и на столе когда я делал расклад лилия вот по иронии судьбы но конечно расклад заговорен на любовь как у меня обычно так что конечно это магия это магия любви лилия говорит о страсти о верности о желании быть вместе высшим силам угодно чтобы вы были парой и безусловно отношения будут гармонизироваться это у очень многих проиграется мои дорогие вот такой расклад так что пользуйтесь себе на удовольствие и на то чтобы поразмышлять на эту тему и посмотреть будущее ваше а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...